Минута 35 была на таймере, но мы вышли на полминуты раньше. Итого, вы только одну минуточку не видели наши замечательные лица. Возможно, вы не хотите их видеть вообще никогда в своей жизни. Но все равно придется, потому что мы будем обсуждать сейчас матч противостояния викингов против файвменов. И слева от меня два душилова, сейчас будут обсуждать со мной драфты. Вот, вот они драфты, душите, пожалуйста. О-о-о, здорово. Что душить-то, Oracle? Где Феникс? Кстати, не, слегка, на Феникс фауна фиксит им Oracle, это типа, чтобы бабку не брали. Так Феникс, нафиг тебе бабка, когда есть... Потому что, простите, не гвозят бабку. И у них еще Oracle. А зачем им Oracle бабка? А вот это мы узнаем в следующий раз. Типа, два юзалиса чела стоят за спиной. Ну ладно, юзалис Oracle хоть что-то делает. Где Феникс? Его нет. Это четко. Да ладно, но... Это ФНГ пришел. Молодой Пупей, или как там? Это Селвери, да. Вообще, Oracle негодует, потому что Oracle как бы думал, не, ну сейчас бабуля будет доваливать Мортимер Кис, или кто там еще, Феникс будет давать, Сенрейт и Oracle, такой, Фейт и Дикт, а там Войт просто будет бить ручками под всеми бафами, которые есть у Чена, а у Чена будет очень много бафов, он наберет там весь зарпарк, какого-нибудь Волка, Медвед-Демона-Крушителя, что там еще есть? Ну короче, еще там кого-нибудь наберет с собой, и реально Oracle негодует, потому что в этом случае он даст солнышко, но герой будет просто умирать. И при этом Фейт и Дикт, он вообще уходит никуда. Короче, Чен... Это тот самый момент, где типа лучше нужно было забанить, а не контрить. Да. Типа превентивно берешь Oracle, типа крутой мув, а они такие, лол, нет. А можно узнать, почему дровка? Вот это весь у вас... Потому что дровка. А вот это тебя волновать должно? Да, у меня это... Самую последнюю очередь. Самую последнюю очередь. Почему... Что случилось с Дотой? Почему не так? Почему ее не берут с Дотой? Димон... Почему дровку берут без венги? А вот это... Почему дровка с Oracle? Почему берут дровка с Медовым Тинни, которая собирается в магический урон и ничего не может сделать? Почему берут дровку не с героями, с которыми дровка сочетается? Почему мы видим дровку и каких-то... Самый правильный вопрос, это почему ты берешь дровку после вайда, которая уже прыгает тебе на лице и просто тебя бьет. Да, и почему ты берешь дровку против Фольстерс Войда, которая всю игру ее хантит, и Oracle это не что, чтобы спасение. Он даст лос-промис, да, она будет бегать, но... Это при том, что можно было взять себе венгу, типа, в первом... Можно взять венгу, да, просто возьми венгу, дрову, и ты уже... Да, я здесь, пока вы... Вот пока чат еще не доехал до вас, второй банн слева. Там венга. А, все, окей. Просто, просто, почему я это знаю, и поэтому... Да, она почему-то вообще в дрову уходит. Как бы, Митя, я тебе... Нет, я бы... Того баннеспоставил. Поэтому, зачем брать дрову, я повторюсь. Зачем, когда венги нет, когда есть ввод? Зачем? Спектра есть, черт возьми. Почему Спектру перестали брать? Мою любовь. Перестали брать Спектру. Мне, кстати, интересно, куда она пропала. Все, Тир-1 закончилась, и Спектр мы больше не увидим, теперь на Тир-2 мы будем наблюблять дровку. Еще скоро мегалига. Так. Там будет Иммортал Дивизион, я тебе заранее споделил, он там будет. И там будут лучшие команды всего мира. Не факт. СНГ, СНГ. Европа. Европа и СНГ. А когда вообще... А когда вообще будет месиво с Китаем, когда у нас начнется эта битва Запада и Востока? В 52-м году. Да. До новой эры. Окей. Бо кадровка прям хорошо бафает, я смотрю. Не, ну Oracle доволен, у него там броня появилась. То есть... Ну и Клокверк, наверное, тоже доволен. У него ничего не появилось. Клокверк не максимальный. Он влетел, типа, и стоит. Клокверк видит перед тобой зоопарк Чена, и попробуй ты еще попади в нужного героя, когда перед тобой бежит Чен, там еще куча крипов, и войд, которому максимально плевает на Клокверка, если они не смогут его шотнуть. То есть вот прыгает Клокверк, допустим, поставил Клокверк, и если его не убьют за ближайшие 2 секунды, он просто нажимает БКБ, что не так с пиками Five Men? Почему они перестали брать Аркварденов? Почему они перестали брать Медуз, Магнусов, Джиггернаутов, Спектру, на которой я разваливал Flight of Moon? Почему они перестали брать всех топовых героев, с которыми они доходили до финала Дивайна? Что произошло? Ну, типа, они причем брали 4 плюс 1 всегда, да, играли. Что произошло, да. Ди Аркварденов. Как вам вот эта вот интересная история? Да. Считывая, что бабка в итоге появилась. А я думал, знаешь, что либо Феникс, если бы бабка у меня была такая мысль, но учитывая, что, возможно, Чен пойдет в сложную, ну, есть такая... Я говорю, что если уже есть Чен, ты берешь бабку уже в Оракл и так далее. То есть чего ради? Хотя ладно, знаешь, на самом деле, возможно... Ну, смотри, Оракл спасает одного. Я могу объяснить. Оракл спасает одного. Спасает кого угодно, мне это с вами не важно. Ты выпрыгиваешь из колокверка. Всю игру просто печеньки. У бабки есть плюс. То есть если Чен придет в сложную и начнет душить Оракла, потому что Оракл очень трудно бороться против крипов Чена, то бабуля запротектит фейс-элис-воида. На самом деле, очень мало метовых героев, которые могут реально запротектить фейс-элис-воида и быть полезным всю игру. И бабуля — это один из них. Если закрыть двух героев, то Оракл никого не спасет. Ладно, одного героя спасет, второй умрет. Так, мы продолжаем бафаться до дровки. Да. Те самые мальчики. А потом инвокер у вас пик, а лаккер тебе, короче, на дрову умиршали. И нормально. На самом деле, сейчас викингам просто забрать еще двух героев на замес. Я не знаю, там того же Шадоуфинда плюс кого-нибудь. И у вас будет пять героев, которые делают драку. То есть хилл Чена у Ешны, бабка там по всем, хроносфера, дизебл, все дела. Противника — таргет, 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 таргет. И ты стоишь такой, думаешь, ебро. Мне, кстати, вот Дум очень нравится как герой. Он кушает крипов Чена. Это раз. Он под ракетку клакверка может вырваться первым в фейс-элис-воида и никакой хилл не спасет. Это два. И он еще потенциально дает ауру дровей, это три. Он так-то вот... Дум очень хороший пик. Если вот убрать оракл, дрову и клакверка, Дум — это шикарнейший пик. Это вообще лучшее, что есть в пике 5-мен. Знаете, старая история, когда Дум был в мете и типа лежал в первый бан, что очень часто там смотришь на драфт, там типа Дум, Грим, Рубик — шикарно. В следующий раз смотришь там Дум, клакверк, вот это вот и все прочее. И типа вроде метовые герои, все их берут, но вместе они вообще не смотрятся. Ну вот за стиль лейнвокера теперь лакрити не повешено. Да. Как вообще играть в эту току? И кого бафать, слушай. И кого бафать. Ну, SF, наверное, у нас пиком до 5-менов. Ну, был бы здорово. Что-то такое. SF — это уже хорошо. То есть вот SF, венга, дровка — это вообще забей, но дровка и SF — это тоже более-менее. Но вообще хотелось бы какой-то синергии с Тороклом увидеть. Вот нужен герой под Дороклом, который работает с Филлспромисом. Мне приходит мысль Death Profit. Я понимаю, что она вообще не особо сочетается с дровой, но она хотя бы с Тороклом сочетается, и плюс броня будет не лишней. Вам нравится, товарищ? Ну, из такого, что есть. У нее есть Саленс, она может засалить Стинвокера, неприятно. Она и Крипчиков Чен нормально разваливает, Бабуля, так сказать, тоже страдает от Сала какое-то время. ДП-шка — это шанс для Филлспрена. Да, он затемпит хорошо с дровой вместе. Да, и можно прямо пойти минутем на 25-й, пока у Войда Мидос, ну или там что-то. Парни, вы, конечно, молодцы, но это ранжевой герой. Они его не возьмут. Нельзя, да? Мне нравятся баны вообще. Я смотрю на эти баны от Виккина. А Underlord. Они все понимают. Они все понимают. Ну, это же всем поедет, кроме вас двоих. Я вообще смотрю на эти баны. Войт Спирит, Тинни, Слардер, Бруда и Underlord. Поехали. Бист. Смотри, здесь мы сейчас берем героя в оффлэйне, типа Марса, если он не в бани, в Марс Бани. Да, Марс Бани, без Бани. Очень мало оффлэйнеров осталось. Скорпион, Дарксир. Да, нормально. Тимбер в бане, да? Тимбер в бане. Тимбер в бане. Пойти триплой в оффлэйн. Взять просто какого-то героя в легкую. В селедку тоже в бане. Чего еще из метового по тройкам? Вообще все. Кельта, Вракс. Да, да, Кентакс. Вот против дровы сложновато, но это Кеос. Здорово. Это Кеос 3. Это жадно. Блин, жадновато. С одной стороны, знаешь, может быть тот самый Хаос Найт, которого давно все обсуждают, но мало кто делает, с агонимчиком. А, возможно, кстати. Типа ты делаешь много войдов. Это, кстати, ультимативный сейф дополнительно ко всему прочему. Ну это да, но просто против Дума, по-моему, это не особо работает. Ну смотри, ты кидаешь Дум, а войдов становится много. И? Ну прикольно же. Да, офигенно. А возможно еще на один тик ты дэмэж доджишь, да? По идее даже не на один. Ну, короче, Хаос Найт это же... Вот это жесть. Ну так, это сейф. Хаос Найт это жадность. Он жадноват. Ну, представьте, если все это оденется. Оденется Инвокер, Хаос Найт и Фейслес Войда. А теперь, на секунду. Но, но, у Файбанов такой пишет, что Дровка, по Дауре и Дума, еще каким-то одним героем, который, возможно, будет хорошо ломать базу, они могут импонуть и все это разнести. Давай имей порядок. Потому что нюков у викингов мало. У них из нюков что? У них рассказ бабки, но Оракл может быть засейвит. Рассказ Инвокера. Все, в принципе, два рассказа, которые могут законтрить Оракл. И если вот эти герои не наберут статов, то так-то им драться вообще ничем. Короче. Смотри, вот ты Дровка. Я Дровка. Ты ходишь на линию. У тебя инстан вылетает стан на 200 секунды. Нет, даже если у меня нет вики в пике, я не играю на Дровке. Да, да, ну ты пришел сейчас. Я встал бы и вышел уже, я не знаю. Я не знаю. Да прекратите, дай мне тебе это сказать. Если у тебя летает 200 секунды стан на Хаос Найт и тут же стан страйк, ты начинаешь игру с того, что у тебя минус 275 хп. Так. И так будет всю игру. Это ты понимаешь. Возможно. Это 100% человек. У вас фиксовый, если он пойдет в экзортового сразу же, то это такой грид, что прям вообще сумасшедший. Какая-то разница-то? Файмман думает, что взять. Как же они? Да надо пуш. Мипаря. Берешься. Милишника по-любому. Темплар. Не, нормально. Хорошо. Ну, с темпларочкой пойдет. Темп есть, могут драться, если начнут первыми, вообще шикарно. Рошанов забирает, вышки ломает с темпларочкой. Она еще и рейнджевик. Невероятно. Она и рейнджевик, господи. Слишком сложно. Слишком жестко. Они смогли. 2-0. Плюс. Очень гридово, но мы уже видели, что викинги умеют поджиматься к базе, умеют... Я за 2-0 просто был 2-0. 2-0. Но так неинтересно. Да, надо обосновать. Это не подход. Тебе либо нравится темпларка под дровой, ты не обосновал. Давай, начинай с себя. Что не обосновал? У тебя все герои закрывают и дровку, и темпларку. То есть у тебя нет героя, который пойдет впереди, который позволит им бить, потому что вырывается хаус-найт на иллюзиях. Так, клакверка Doom. Вым БКБ, клакверк сухшотом. Они могут идти вперед и бить. Так. И в кого? Умирать. Ну, Войн, смотри, вот ты Doom, ты большой, Войн тебя перепрыгивает и ставит хрона. И убивает дровку. Я Doom вижу Фейсли Свойда на ракетке клакверка, даю ему Doom и убиваю... На 6-ти статах ты его не видишь. Хорошо. Все, договорились. Все, обосновал. Доброе утро. Ладно, давайте посмотрим, что скажут наши комментаторы. Что скажешь? Ничего. Как бы, ну, смотря кому. Зрителям скажу, что нас ждет вторая карта, как минимум, потому что первая у нас была достаточно долгая, почти 65 минут продлилась, с камбэками и переворотами, но здесь такое ощущение, что интрига прям убита на карню, как по мне. Ну, последние мутиры шмотки нейтральны, они, как правило, всегда приводят к тому, очень часто, точнее, не всегда, но очень часто, что игры заканчиваются, в принципе, с их появлением, потому что там появляется что-нибудь такое. Нет, это правда, но как бы прошлая карта была такая, довольно интересная, интрига сохранялась до конца, вот это размин тронами, теоретически все могло быть. Здесь у нас, получается, дровка, да, из подсейвов есть Oracle, но это, в принципе, все, что имеется. Ну, дровку любят против Файда пикать, а вот здесь на First Pick залетел, то есть тут, понятно, его мотивация, появление вот этой мадамы, но вообще интересно, как себя Five Man, жалко, что между катками нет времени, межматчевое такое интервью взять, не знаю, как сказать, межкартовое интервью взять, потому что, знаешь, когда ты проигрываешь в одну калитку, все время начинается какая-то духота, там, не дай бог, кто-то машнить, еще начнет, как ты в пабах, вот, и, ну, короче, атмосфера угнетающая, а вот после такого поражения может быть и душка, а может быть, с другой стороны наоборот, типа челлендж, потому что наконец-то мы за 100 тысяч лет интересную катку скатали, потому что Пайгонов тоже нет. Я очень надеюсь, что такого не происходит в профессиональных командах, одно дело в паблике, когда там кто-то кого-то душит, другое дело, как бы на прост сцене, но, к сожалению, вечно актуальная проблема, классическая для всех команд, иначе бы не было командных психологов. Ну, например, не знаю, смотрю, команда команде рознь, наверное, но если это присутствует в некоторых командах, то это печально, то с этим нужно бороться. Ну, знаешь, особенно если игроки молодые, горячие, кнопки нажимать умеют, а вот контролировать эмоции не всегда получается, то, что это требует некоторого навыка, который ты... Ну, у тебя не было возможности его никак заработать, потому что тут нет атмосферы, где вообще у тебя менталочка стабильная, так скажем. Вот, и ситуация такая, что у Пайгменов сейчас может быть какой-то закиддон, просто потому что они сельтанулись в прошлой катке, но я вот не знаю, вот не знаю, вот это никак сейчас узнать не представляется возможным, но, тем не менее, эта катка все с чистого листа, такой драф довольно интересный получился от Пайгменов, там у нас аналитики вроде единогласно 2.0 сказали, фиг знает. Ну, я в принципе солидарен, но, не знаю, мне больше нравится пик команды Виккинг Джи здесь, то есть все... Ну, я уже слышал, что это хейтер, думаю, я нет. Я, да, но не особо сильно у меня... Ну, не такой сильный персонаж сейчас, да и в целом по игре здесь он, мне кажется, не особо сильно будет мешать, но кого он будет задумывать? Инвокера какого-нибудь, да? Ну, на самом деле, есть шанс Вайда задумывать в какой-то момент, если ты его найдешь, потому что все-таки... Ну, это если найдешь. Хроносфера, она имеет время касты некоторые и есть шанс успеть его подловить до того, как он поставил, типа прыгнул, но не поставил еще. Так что я не думаю, что прям все для него похоронено. Ну, я к тому, что это... Ну, да, но задизеблишь ты какого-нибудь Вайда, Вайд, в принципе, под Думом может драться. ЦК тоже, в принципе, борец все еще под Думом. ЦК как первая позиция у нас частенько проигрывал таким более стабильным кэрри, так скажем, особенно если катка изначально не пошла, но здесь они более на жадность играли, то есть у нас получилось два полноценных кэрри и бумич на инвокере, то есть инвокер от него очень качественный, исключительно квас-векс, как правило, но очень качественный квас-векс. Ну, в принципе, сейчас одна и та же мета на этого инвокера, то, что сначала качаются квас-вексы, довольно рано может скачаться экзорд, ну, на идеюшку просто для скиллов, а потом он намаксится в какой-то момент, то есть не дамаксивается ни класс, ни векс. Переобулочка, так скажем, в середине происходит, да, действительно, на инвокерах, это часто юзают и особенно актуально, ну, особенно актуально, когда у тебя связка инвокер плюс хроносфера, то есть катаклизм с быстрым агонимом очень много дамжа наносит. Да, в любом случае, рано или поздно, то все-таки все сферы докачают инвокеры, он будет это давать дэмэдж, но вот такие предпочтения отдают, потому что и Алакрити, вот это вот все, оно все имеет значение, хотелось бы это все иметь в запасе, хорошие раскачки уже. Ну, у инвокера, конечно, не самый приятный лайнап, здесь против темпларки стоять, здесь нужно действительно Буму показывать личный скилл в первую очередь, потому что, ну, как по мне, линия по героям достаточно неравна, то есть темпларка должна быть посильнее. Ну, Зиби сейчас там. В моем понимании, по крайней мере. На земельке побега, с Дивауру там Регенчику себе возьмет и все будет у него хорошо, в принципе, как правило, на линии он стоит. Редко с большими проблемами, если особенно хорошая четверка есть какая-то, которая из предряги вытащит в случае чего. Ну, а Мизери, я уже не помню, какой у него Клакверк, если честно. Помню, что он на нем играл, но не помню, насколько яркий от него был именно конкретно этот персонаж. Но будем наблюдать. Пока что видим, что темпларочка у нас на миде, которая удачно стартанула. Вот у 5-мен, противовес пику Викинг Джи, такой вот легкий полукерри драк получился с этой темпларкой, которая может рано начать темповать и выйти в хорошего керри по итогу. Я сказал бы, выигрываешь драку, ломаешь вышку, выигрываешь драку, ломаешь вышку. Ну да, вот они вышки несут хорошо. Да, и я только так вижу здесь вот путь к победе для команды 5-мен. Шат под Алакрити тоже так и развалит, только так. Особенно, если там Векс замакшена будет с этим Алакрити, то он может и там башка прописывать только что, мама, не горюй. Так что я думаю, что здесь будут яркие файты, ну и, возможно, далеко не однокалиточная катка. Ну и что, будем смотреть теперь, тогда уж на линии у нас инвокер вопрос, конечно, интересный. Ну, так как мы мало смотрели на верхнюю линию, можно предположить, что просто хорошо отыгрывает Арамис, отыгрывает Арамис вместе с Тоби, просто дровки не дает добивать. Ну, это единственное, что приходит на ум пока. Ну, а факт есть, она не добивает Клипу. По какой-то причине. Так я смотрю, она и ЦК не особо пробивает. Ну, а что она ему сделает? Ну, да, вот ЦК даже стан закидывает, вот сюда иди и минус половина ХП уже сразу же. Еще подходит Арамис, добавляя из дробовика. Но у ЦК даже без ульты довольно сильные скиллы, то есть два по сути контроля и реалити рифты, его болт конкретно. Сейчас нужно на 2 секунды его закинул, Вейс показал, по крайней мере, отметил. То есть ситуативно с какой-нибудь бабкой, которой дробаш замакшен, они могут и вырубать эту дровку буквально там через пару левелов. Ну, и что? Видим то, что тут пока у нас сопротивление от Шада Мизери он пробил. Мизери хотел там батарейками кого-нибудь понастукивать, но все оказались... Ну, кого тут стукать, тут только Селари, разве что закрывать, как-то пытаться, потому что Войт в любом случае выпрыгнет и Шада-то ничего не сделаешь. Селари не отходит. Но там, я смотрю, занимается блокингом все это время Мизери, то есть он пытается не дать крипочков как раз-таки, чтобы их мог законтролить. Вот именно штурмовую гарпи, чтобы он не получил с легкого кимпа, который он сейчас может именно легких крипов таких поконтролить. А все, что у него есть, этот тролль бесполезный. Ну, не тоже бесполезный, но вот сейчас он такой, чисто как тело, которое съел к себе. Ну, толку от него мало, я согласен, это правда. Ну, вот микрокент теперь. С другой стороны, Doom фармит на линии, поэтому все хорошо у команды Five Men здесь, то есть Клокверк справляется со своей задачей, просто развлекает пока что линию, то есть заставляет уделять себе внимание, так скажем, саппортом команды Викини 2G, поэтому нормально. Тут равная ситуация, получается, в миде пока тоже... Нет, была равная до какого-то момента, но я смотрю, Чейси вырос так вперед неплохо. Легкий кемп рядом фарм, еще видишь, там крипов нету, и поэтому там часть крипов дешевенькие, которые... Ну, нужно будет посмотреть на показатель Нетфорса после пятой минуты, наверное, когда баунс убил. Ну вот, сейчас видишь, там разница в Сатен, даже меньше Сатена, то есть это реально он добил себе цифру, чисто на следующих крипов. Так что цифра действительно нелегитимна, как говорится, да? Ну, это частенько такое бывает, все-таки пользуясь лучшим отпушивать линию, пошла крипочку пофармила. Сверху тебе временем и хаусболт, и все, минус. Вот, а войду тут таким лайнапом ты не помешаешь толком, но из-за батарейки он выпрыгнет к зиббин, там, ну, что он пропишет, он землю только качает Девауэр, ну, как правило, Инферном Блейд очень поздно. Нет, Инферном Блейд прямо вообще необычно не берут, да, на такую линию. Ну, а только-то все тонкие, процентно дэмэджи мало. Да, ты дашь Инферном Блейд, будет отпрыгнет. Ну, тут, чтобы он не сделал, и у него есть всегда возможно, отпрыгнуть, и все, ему не будет мешать. Да, 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 я к тому, что Девауэр, конечно, в приоритете, земля тоже, что дэмэджи просто больше будет, поэтому нормально. Рунки разобрали. Сверху очередная драка, снова нападение, тут проблемы у Эйса, как же больно Эйсу, боже мой, ну и вот вам линия с дровкой получается. Так, пытается убежать, отхили фласку, да, отхилив сходил. Ну, дали уйти хотя бы, ну, и на том спасибо, потому что, на самом деле, здесь ему умирать вообще не пристало, видишь, как у него нетверс, он к чену близится. Да, и перетянулся к локверк наверх, а это еще значит, что ты и по экспе будешь проседать теперь на линии, потому что во строе все-таки стоит. Ну, лучше по экспе проседать, чем вообще денег не видеть. Да, да, я согласен, но ситуация печальная прям совсем, потому что явно не дофармливает кэри у команды Five Man, возможно, со временем ситуация изменится, как-то тут к Сибе зашел в лес, ищет Огра, вот он, сюда, хорошо. Плюс арморчик получается. Да, это джекпот для Думы, я бы сказал, на линии. Ну, сейчас вот конкретно на линии это ему ничего-то толком и не даст. Там, видим, то, что не отвлекается от крипов. Такие его не особо пробивали, но сейчас его вообще никто не будет трогать, даже пытаться, потому что он накидывает на себя армор, его реально трудно пробить, и он может безнаказанно вот так вот бегать. Забавная ситуация была, война за это крипа. Он сатир тоже неплохой, кстати, так что там можно поржевать, и он поржит. Еще попоржит. Успеет еще. И вот, да, хороший маленький крипчик выпал, вот эта ведьма, которая замедляет дико. Еще порж пошел, хорошо, замедло, работает. Минус армор. И время арморчик закидывается. Ну, сейчас еще один накинуть можно. Еще арморчик. Еще раз порж. Хех, переиграл здесь к Сиве, понял. Арморчик висит. Да, он как раз забайтил нажать этот порж раньше времени. Next level play. Ну, окей, ладно, в любом случае 2000 перефарм уже для ребят с командой Viking GG. У нас перетянулся наверх бум. Возможно, будет какая-то драка. Нет, ничего не будет. Бум возвращается обратно на линию. Но основной вес этого перефарма это именно недофармливающая дровка, которая очень тяжелое детство на линии сложилась. И надо бы как-то и организовать этот фарм. Не знаю, уж в лес может отправиться. Но в лесу тоже довольно медленно сейчас еще. Но без шестого как минимум точно не стоит идти, наверное, в лес. Но сложновато, потому что добивать. Но пока да. Чей здесь себя хорошо чувствует. Это самое главное, конечно. Ага, тут аж две перчатки. Одна на ПТ, другая на Мидас. Максимально так спит решил себе на две руки надеть. Ну, опять же, почему бы и нет. В рамках линии это очень хороший показатель. Скорость атаки для Воида особенно. Так, в миде у нас два героя команды Five Man. Но вряд ли они что-то будут делать. Ну, пока такой вялый старт. За 8 минут один фраг сделали. Ну да, прям совсем. Просто фарм продолжается по всем линиям. Майнвокер топ-1 по Нетверсу внезапно уже. Совершенно такой пока фарм. Целлари можно забрать. Да, надо его забирать самое главное. Там Мел, правда, не вкачан. В этом есть некоторые доли проблемы. Но есть зато дополнительный дэмэдж, который мне так же дает. Ай, бум, как вовремя перетянулся. И шат здесь минус мана хроносфера. И должны забирать сейчас мидера команды Five Man. Чези под арморчиком, под бафом Дума. Башики прокают. Еще один башик нужен обязательно. Дум. Бежит, бежит нормально. Хороший бодиблок. А здесь Теллари. Если бы он еще вмер здесь, Чези, это вообще такой закидон был бы. Ну, бежит, пытается его преследовать. Ему нечем подцепить. Торнадо у него через 7 секунд будет. Колл-склеп не дотягивается. Зорта нет вообще. Да, и поэтому Чези выжил. Там стенку если бы он скастал тоже бы не дотянулся этой стенкой. Ну, было близко в любом случае. Могли забрать мидера. Окей, Эйсу. Это развязывает руки на линии, потому что остался один здесь ЦК, и хоть что-то начинает фармить и расти по Нетворцу, что хорошо. Мизери тем временем в миде остался без маны. Бум его может забрать здесь. Сейчас, наверное, Эх. Ну, тоже как-то ресурсы кончились. И под тавром его бить вообще бесполезно. Он там уже под бафами этого тавра. Кто Арамис ждет? Арамис ждет. Бабкин дробаш готов. Там есть печенька, он может прыгнуть и по идее кинуть. Но бежно нет, не хватает. Не, возможно, он уже рассчитывал, что Мизери пойдет куда-то там под бунтос, я там не знаю, что-то такого плана. Ну, короче, не повезло. Сдал, ну, не достался прага, ну, и бог с ним. Все равно там во время терять пятерки пристал. А, четверки, точнее, вот здесь на четверки играет. Так, и что? Тут бабки рассекретили. И опять. Ну, тут Бум просто подсевил, Чейзи останется без маны. Без какой-то ее части, да. Но там есть Аркан-тапочки, поэтому нормально. Или это Аркан-ринг был? Это Аркан-ринг, наверное, был, да. У ПЛАД, скорее всего, тапок нет еще. Да, это слишком дорогой, дорогой артефакт, скорее всего, Аркан-ринг, да. Так, а тем временем медаль, кто уже формально у Войда вообще будет. Вот он, Дум, а здесь уже Снэпфайр, приветики, но Войду нужно убегать, потому что здесь рядышком Чейзи. О, пошивает его просто через... Динай. Хорошо. Динай, отлично. Ювелирно сейчас Селарис играл, и не получилось с бабки тоже улететь. Ну, хорошо, самое главное, что Войда не забрали вот именно за Динайли, но для него это ничего легче жизни делает, он все равно в таверне сидит. Сверху нападение на Мизери. Мизери очень больно, но Коги спасает его. Вообще ситуация по Нетверсам пока удручающая для файвменов, темповать не получается, плюс там очень много времени Чейзи потратил на то, чтобы побегать за Ченом, которого он даже не забрал в итоге. То есть да, он выжил, спасибо, что живой, но очень много времени на бегать не подкатился, плюс там Регена. Ну, а мне кажется наоборот, что ситуация вроде как у файвменов налаживается, учитывая, что вначале у них очень плохой был старт на легкой линии. Вот сейчас нападение на Мизери продолжается, здесь скорее всего теперь его заберут. Так как они не умирают все, господи. Борис Хрен попадет просто. Да это жесть, не хватает какого-то, не знаю, экзорта в единичку просто закинуть санстрайк, да, напоследок, реально, не хватает. Вот уже третий момент, наверное, когда не хватило совсем немножко дэмэджа, в итоге выживает игрок команды файвмен. Да, и Дилат вроде налаживается, туда же размин вышками идет, вот сверху забирают Т1, сейчас викинги, снизу уже пушат линию также файвмена. Ну, тут Тоби перетянулся, с ним воевать не очень хочется, у него правда реалити риф сейчас, так-так-так-так-так-так, вот здесь текает, у него фантазм сейчас откатится, вот это может быть если некоторые проблемки, там одна иллюзка может тоже... Дум далековато, конечно, ушел, здесь к Сибе, безусловно под землей, но хроносфера тоже откатила, Шад ее не пожалел, и Дум погибнет. Бум забирает себе фраг, который был уже изи для Шада, решил немного повредничать, что ли, ну, или просто решили так вот договориться отдать ему фарм, потому что Бум против двух фармящих персонажей играет, ну, с двумя фармящими персонажами, и ему негде фармить, у него медаста-то нет, хотя я думаю, что он может себя организовать, как раз-таки класс век с инвокерами любят это дело периодически. Да, вот, конечно, загулы, подвышку, это не самое лучшее, что могут делать 5-мен, здесь им бы просто продолжать фармить. Да его киданули. Ну, да, да. Куча народа была, хоп, и никого не стало. Так, ну вот медасяк, да, готов, здесь уже скоро появится ПТ, и Шад уже смещается леса, продолжать фармить. Что у дровки тем временем? Дровка по Нетворцу догнала, кстати, в Эйда по фарму, мы видим по Нетворцу, и скоро будет уже Драгон Лэдс. Ну, лес это сила. Она начала фармить лесу, ой, мизери, дух Рамиса вселился в тебя, что ли? О, еще Коги поставил, чтобы бабка наверняка попала. Но там, да, в сейф есть от Оракла, и там вроде как не должен умереть, если сейчас его подхилит еще немного Оракла, то точно должен умереть. Да ладно, Тоби доберут, что ли? Да не может быть, там стики. Так, ну, к Зиби опять хотел лезть под тавер, но передумал. Тоби, который находится еще под арморчиком таверным, это сила слишком серьезная. Ну, слушай, хорошо, обороняются викинги здесь снизу, уже второй файт, они выигрывают его, ну, то есть они никого не потеряли здесь, хотя могли бы. Мне очень интересно, какая сборка будет у ЦК-тройки, то есть что он будет сюрприз. Ну, Армлет, это понятно, Армлет, он вообще никакого, мне кажется, Силачу Кэри лишним не будет. Армлет, Алибарда, не знаю, нормально. Может, башечки на команду какие-то, или что, или как. Посмотрим. Ну, да, увидим. Армлет, Алибарда, неплохо, как помню, смотрится. Дровку ее попробуют достать. Достать? Достать. Достать можно реалити рифтом всегда дровку. Ну, нет, она, ты что, она с уберет дровку, если уже фиг до нее доберешься. Реалити рифтом не такой с суперричем нет. Даже вот просто с обычной ее атакой попробуй до нее добежи, потому что она ледяное стрело дает. Есть воин, который хроносферы достанет. Это да, но там уже и не нужна Алибарда, когда есть. Может быть, если в случае, когда за хрону не хватит дэмэджа, если бы ДК бы, да, да, но на Али лишним не будет явно. Посмотрим, может быть, что-то другое. можно будет открыть, потому что она стучно будет на передовой драться. Или даже, думаю, тоже там лишний раз он тычечку не даст своей богатырскому. Но пока видим то, что у нас продолжает качаться, как может, темп ларка, по-прежнему на топ по нетверсу с совсем небольшим отрывом от бума. И у нее, я думаю, там дезолятор или блинг в планах. Все как по дефолту собирается. А тем временем Смог, который спалил Пайлайдай нечаянно. И его жизнь здесь может дать, скажем так, большой задел поставился, потому что не будь его там, скорее всего, Думу вы забрали, а Думу побогаче, конечно. Ну, он кучу вардов спалил. Там он центряк уже стоит, то есть перебивать эти варды, которые он там поставлял, будут. Жалко все-таки, кучу бабок отдает. Так, ну и сразу же выход в мид от команды Викинг Джи Джи. Сабелька, точно, Сабелька же еще есть. Ну, решил в Саблю пойти. Ну, все-таки, то есть, он пытается делать не отличный от первой позиции ЦК билд Сабельку. точку, чтобы увидеть его. А вот с этим беда, кстати. Там просто так не рассекретишь его. Он там хоть не полный вижен дает, но все же его снять очень тяжело. Есть такой момент. Ну, будем смотреть, получится ли нет, потому что в один момент бабка случайно запрыгнет. Просто так, ну а что, прыгнули, Сигану на гору, да, глянули, что там такое сказать. Высоко сидеть, далеко глядеть, да. Ну, это да. Ладно, пока тысячи голды. Снизу нападение у нас сейчас на Войда идет. Тут должно его через Пилайда и его нюк добивать в любом случае. Да, вы это забрали. Зла сфитил. В миде Мизери тем временем страдает, тоже погибнет, отправится в таверну. Но опять же, размены неравные. Здесь потерялись всего лишь саппортов айфмэн. Снизу потерялись все-таки кэри, викинги. Баунти руны забирают на 15-й минуте 2-2. Должны обе команды забирать их. И Курьеры тем временем подрезали, я смотрю. Ну что, борьба тут такая, конечно, серьезно идет. Хочется дождаться темп ларки, когда она выйдет из своего фарма и начнет драться, потому что пока у нас по сути станет действует. А что у него интересно в приоритете? Изолятор? Изолятор, да, есть. Можно его реализовать. Пытаться трудновато добежать до кого-то, конечно, сейчас пока без двинка, но возможно кто-нибудь подставится и она сможет сделать фраг. Потому что сейчас у нее дэмэджи безумно много с руки, но вот нужна какая-то ситуация, где навплотнуюсь с кем-нибудь окажется. Но в итоге защитились файфмэн, они смогли вышку забрать здесь викинги. Отступили на свою половину. Форстав скоро будет готов у Бума. Отличный артефакт против Клокверка. Клокверк не попадает, кстати, хукшотом. Поэтому уже насмотрелось такого. Так, но есть хроносфера. Возможно, контратака будет сейчас под вышку. Почему бы и нет? Если перетянется Войт, пошел Фантазм, нападение на Мизери. Отлично, вытянул Тоби его, и Скок, и Мизери погибнет. Должен, да, Мизери погибает. Но он как бы показал Тоби. И еще Зиби сюда. Печенька есть, не дотянется к Зиби слишком быстро. И что ж, теперь опять Война приобретает новый виток. Теперь уже будут свои Т1 дефы пытаться поймать. Шат здесь. Шат хроносферу не пожалел даже на бедолагу Стопорта Оракла. Сейчас весь уже испугается драться в такой ситуации. Да, это минус Тавр. И это минус Тавр, да. Тут причем еще и успели к Зиби догнать и забрать Тоби. Там все-таки с ним разобрался. Видимо, реалити рифтом очередным дотянулся до него. Но это минус Корр, минус Сапр довольно ценный. И все, что остается делать с дровки до Тэмпларки, это фармить. Тэмпларка, я так думаю, что там должна близиться уже потихонечку к блинку. Да, половина блинка есть. Сейчас будет это дело дофармливать, пока свободная минутка есть. Но за это время успеют, скорее всего, Т2 сверху потерять 5-мена и, соответственно, потеряют также аванпост. Не хотелось бы это делать. Но его законтролить можно, потому что, как правило, там на топе, когда сносит эту ловушку, уже не суются туда, ну а что там делать, в принципе. И можно переконтролить. Мог был разбит от команды 5-мен, они хотят организовать атаку, могут Войда забрать в миде, но Войда там пока что фармит треугольник. Не, они просто байтят на эти, они ждут, когда кто-нибудь к нему прыгнет, чтобы устроить ганг-катер. Ну, неужели кто-то будет прыгать, пока нет хрона? Ну, вон там типосечка от инвокера полетела, сейчас он будет всякие торнадо раскидывать. Могзиби показался, сдался, не хватило ему терпения досидеть. И никто не стал соваться от викингов, просто продали Т-1, которая уже своя отжила, явно. И хотят Т-2 сразу забрать, ведь Дизоль от Чизи это можно сделать довольно быстро. Ну и будут делать, пытаться. Да, да, могут побить пока что, вышку попробовать, почему нет. Но без хроносферы, видимо, драться не хотят викинги сейчас. Ну да, у них контроля такого ультимативного больше нет, разве что на ЦК можно положиться с армлетом. Он довольно живучий, много ХП. Интересный таймбол. Гост Волк только что был от бума. Ну, может, мискликнул. Мискликнул, скорее всего. Да, вот он, блин, готов. Там тем временем на Рошана выход от команды Викинг Джи. И, похоже, догадываются, да, знают уже об этом файфмены. Залетает ракетка, есть просветка. Аллах, ведь он на Тобе, он тут выписывает. Ну, слушай, успевают, по идее, файфмены, да. Вопрос, будут ли бороться или пытаться украсть? Пока они тут недалеко не все стянули. Самое главное, что Чези, нет? Без Чези демо. Да, без Чези, видимо, не будут драться. Они напугать решили, прочекали, что Дорошана там еще довольно много. Хукшот. Неплохо врывается, но тут как бы в клетке со зверем себя закрыл, по-моему, Клокверк. Скорее всего, сейчас еще и Думы заберут. Ну, тут была какая-то высокая идея в том, чтобы разделять и властвовать, но закончилось это тем, что фиданули еще и к Зибе, и Эйс пытается отстреливаться. Очень много всего по себе получил. Дизарм еще и получается с власта. И Пайлайдай погибает. Вот это полный провалищик, конечно, сейчас Фришн и Айгес можно забирать теперь уже. Но Тоби погиб, сурлился ради, то есть Шаду надо как-то добивать Рошана. Но и Чези боятся очень сильно. Чези, который... Я думаю, что заберут Рошану у нас 5-мана, потому что иначе два байбэка просто не будут иметь смысла здесь от них. Да, к Зибе это дорогой байбэк, и Эйс не получилось добить, то есть вот он задизармили, но он смог. Не получилось, не стали бороться за это Рошан дальше, даже несмотря на то, что появился купол, там уже бабкин ультимейт был потрачен, то есть может просто не хотели ничего... Да, элементарно в меньшинстве были викинги, поэтому не стали, да, провоцировать драку. Окей, а Айгес это круто, но это еще не факт, что ты сможешь его как-то нормально реализовать по игре. Ну это очень круто, то что ввели Рошана, который был ОХП, то есть Чези много времени потратил на его убийство, и теперь может действительно навязать очень хорошую драку. Если он будет в первых рядах втанковывать и умирать, то ей сможет успеть нанести очень много урона. Так, ну и 20-я минута, аванпост забирают. Там снизу парни, и похоже без экспы останутся викинги сейчас. Они могут успеть, если повезет переконтролить, но Чези с Айгесом может вообще просто нас постоять. Да, я думаю, что он на морозе просто заберет сейчас все. Ну, там будет время отобрать. 6 секунд по тысячу раз еще есть. Ну давайте посмотрим. Давайте посмотрим, успеют или нет. В этом-то и некоторые проблемы есть, то что у нас викинги-то не успели это два на топе забрать, они там не особо-то и пытались, поковыряли так вот веленько, и бросили ее. И поэтому у них такой возможности не было отнять аванпост. А вот теперь Чези, который все то время, пока там Зиби умирал, сносил эту два вышку, он пользуется случаем и показывает, что тут доминантная самка. Так, смог под этот аванпост разбивают. Сейчас викинги идут в атаку, но тут Чези уже все спалил. Тоби, реалити рифт, нападение на Чези, двухсекундный стан, и шат рядышком, и успевают идти на блинке. Там дума еще на всякий случай залетает к себе, подставляется здесь, неплохо его пробивают. Подтягивается Пайлайдай, подтягивается Эйс, Тоби пробили на половину хп, замедление с треяпы, Тоби продолжает бить здесь. Пайлайдай очень больно под колснепом, под крипами, как же больно его разваливают здесь. Тоби все еще продолжает жить, захиливают его, играет армлетом, отлично, выбили Аегис. Его захилил Пайлайдай, тем что не добил. Да, шат сразу же на упреждение ставит хроносферу, и после Аегиса забирает Чези здесь. Но, окей, зато ценой двух фрагов, плюс выбитого Аегиса, защитили аванпост. Не, ну тут еще на самом деле вопрос довольно серьезный, что сейчас ценнее, викингам забрать этот фраг на Чези, который топ-1 Эльберс, или все-таки аванпост, который не дали противнику файмэнам. Я думаю, викинги довольны в любом случае такому размену. Да, остались они без экспы, но зато сделали очень два ценных фрага, выбили Аегис, и это позволяет им вернуться обратно вперед по экономике достаточно серьезно. Ну, спас, ну, знаю, всем важна, особенно инвокеру, который хотел бы как можно быстрее замахся с ферой, он оказался вот такого разбитого корыта. И это неприятно. Но теперь, видимо, то, что викинги прикуску будут брать один вышку, которая здесь недобитая стояла, это не составляло большой беды, а вот подраться теперь уже на хайграунд противника заходя, вот это несколько проблемно. Тоби слишком вперед пошел, его оттолкнули от команды. Слушай, Тоби нормально, танкует здесь неплохо, реалити риф, подцепили эйса, двухсекундный стан, сейчас будет ЕМП, но подцейф залетает от Оракла, ПЛД в этот раз спасает эйса. Опять дизарно, мультишот пошел, там ПЛД хилил как не в себя эйса, поэтому он должен выходить не просто живой, но и фуловый в этот файт обратно. И самое главное, что Чейзи успела резнуться и сделать ТП. Можно Тоби дорезать. Ну не знаю, по-моему гнаться не самая лучшая идея сейчас, в итоге просто отступают сейчас викинги, да, их отпускают здесь. Ну что ж, в принципе отделались малой кровью, там они никого не погубили, даже Акзиби умудрился выжить, а Рамису, фришный фраг для эйса получился, не получилось улететь, пытался там до Талова этот телепорт кастовать, но уве я. Ну хоть что-то для дровки. Ну копеечку для нее каждый. Ну тем не менее дровка уже ТОП-1 Нетворс. А что у нее есть? Вот очевидно, что есть Драгон Лэнс, судя по нашему ее атаке, она там будет сразу пику делать, или что? Но Форстап только что был. Не, пика, да, только что у нее, она хастовала. Пика была, по идее, да, поэтому дальше, не знаю, там может быть мант оставил какой-то будет. Да, статов бы хотелось. Как вариант. Да, пика есть и будет скорее всего апать во что-то эту Яшку. Вот вопрос только, во что это будет мант оставила, либо же какая-нибудь с Энджин Яши на статус резистанс. Ну, статус резистанс толку-то не имеет, купли не работает, вот именно конкретно против купола, а купола то лицемативно с мантой. Ну, плюс иллюзии, да, плюс что-то неприятное себя снять, мант оставил, смотрится неплохо. Даже знаешь, не столько снять, сколько запутать там всяких Тоби, которые будут бежать с реальти рифтом на готове, то есть не так просто зацепить вот эту с мантой игровку. Так что это будет, наверное, все-таки лучший вариант именно мант оставил собирать. Вот, и БКБшку бы надо, потому что Бум очень сильно мешает, он очень много гадостей делает, как и любой ужажающий себе инвокер. Сам инвокер, пока что я вижу соло-хлез, себя, а, поэтому... Ну, бафать дровку. Ой, дровку, господи. Ну, дебафать, возможно. Дебафать, либо бафать Войда того же, почему нет? Ой, ну, ему в куполе тоже все едино, если там уже его поставил, то... Так, ну что ж, будем смотреть, в любом случае алебарда от ЦК будет. Две алебарды будет, то у Войда тоже будет алебардовать в этой игре. Это получается три дизарма, бласт, плюс две алебарды. Это серьезная ответочка таким двум стрелкам в команде Файбан. А бабка глотать противников, союзников хочет. Так, ну что, смог под хроносферу от команды Викинг. Идем в атаку на правый треугольник, можем поймать Дума, можем поймать Пайлайдая, который справа находится. Давайте посмотрим, кто там будет. Пайлайдая пока что прячется в лесах. Это такие противные три деревца, в которых еще попрохово разведено. Они, кажется, напалили контору. Нашли, 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 нашли. Да, Санстрайк летит, башки прокуют, Пайлайдая пока что живет. Ну, Феллиса пока как может, но это ненадолго хватило. Особо ничего не потратили, только Смокс разревилил. Вот и все. Все еще есть хроносфера, Дума успевает улететь, его здесь не найдут. Ну, бог с ней, с этой пятеркой, сейчас он ресницей, у него таймер маленький на его смерть, так что будем его ждать. Но это может быть шансом забрать Т2-вышку какую-нибудь, например, на боте, который так тяжело, так еще и пятерки нет. Тем временем, Зибис забрал бы КБ, может он хоть более-менее уверенно себя в файте чувствовать, но по-прежнему у него там с Армором проблемы и прочее, надо какие-то еще продолжать на укреплении себя артефакты брать. Ну, а дровка тем временем к Монте уже вплотную приблизилась, и будет сейчас ее брать себе, так что у нее будет хотя бы 2000 хп, хоть что-то такое позитивное с точки зрения выживаемости. Ну и будем смотреть, что нам после этого. Будет ли это что-то более агрессивное или в жир, то есть там что-то на мотив скаде, или какой-то промежуточный вариант на мотив бабочки, который статы и тебе огневую мощь дает. Вот увидим. Для бабочки, наверное, рановато, хотя против купола никогда не помешает. Я думаю, что лучше. Да не, вот рано или поздно бабочка фанатовит. Может быть, БКБ себе какую-то сразу собрать. И Тобисово иллюзиями душит. Хотелось бы так. Я бы вообще за БКБ, если честно, голосовал. Да, БКБ действительно. Для дровки, мне кажется, сейчас лучше это смотрелось бы, потому что элементарно здесь много дизейбов, которые у тебя залетят. Да, понятное дело, хроносфера в любом случае залетит, но у тебя есть в команде Oracle, которая тебя, по идее, должен засейвить всегда. Ну, больше всего из этих дизейбов ты боишься именно Алибарды. Алибарды и плюс ЦК, который тебя может подтянуть к себе. У ЦК пока таланта нет, который действует сквозь БКБ. Алибарды не спасет. Ну, ЦК там еще до этого таланта жить и жить. Ну, да, да. Вот, и хотелось бы узнать, потому что она может подъесть вот как раз-таки та самая дровка, которая надеется, что она будет за спинами у всех бить, и ей БКБ не понадобится, просто потому что она, по идее, бесконтактный бой будет вести. Вот БКБ для Дэмпларки мазхэфа, она его собрала, то есть, потому что она дерется вплотную к противнику, и ей нужно быть всегда... Войт, это, возможно, ошибочка для него сейчас будет, а если шокшот... Ошибочка! И Дум, Думчанский, отлично, как раз когда он стукнулся Акоги, у него не было шанса даже что-то нажать, и нужно его бить и добивать. Как же там закинул снэпфарс сейчас? Ну, здесь Шада можно уже отдавать, видимо, да, скорее всего, он погибнет. Там, зато да, если добрались, да, если добрались, там Тоби пытался его запокусить, получилось через ультимейт от Плодайя немного поджить, и проблема начинается у Тоби, он тоже погибнет, но бой-то живой, да, и он ставит тупол к Зибе, но к Зибе он, как и в прошлой игре, он очень много умирал и умирает, то есть, в принципе, его потеря, не сказать, что супер страшна, тем более, что он все скастовал. Фиаско полнейшая, сейчас просто развальчинка здесь будет, забирают, у нас здесь снэпфайр, нужно убегать в Шадо, потому что живая темпларк, все еще два байбэка у нас с одной и с другой стороны, делается, точнее, по одному с одной и с другой стороны. Стелларис двух ударов просто минус, ничего себе. Ну, где-то Чези. На самом деле, очень-очень плохой файт получился для викингов, они потеряли двух коров, одного из них заставили нажать байбэк в обмен на беднейшего к Сибе, который тут худший из коров с точки зрения Нетворса и саппортов. Как же Шадо там выжил вообще каким-то чудом, да, он там дрейхо убежал, ну, его никто не фокусил, там на него двух повесили, там один к Сибе по нему Инферном Блейде продолжал вешать, но этого маловато, там Шад, тем более, не такой жирный, что прям так это все дело чувствует на себя. А он с Монтой, кстати, и хочет делать Кираску, Кираску не помешает. Да, вот, а друг пока своих планов не раскрывает. Он хранит свои секреты. Ну, 2600 уже приличная достаточно сумма на руках. Ой, а сейчас-то Рошан будет, а там Купола нет. Это еще одна неприятная новость для викингов. Но, мне кажется, даже без Купола могут подраться сейчас викинги, да, врываются на Айс, там Тубе достаточно плотно, у него есть фантазм, у него есть фантазм, да, и Сален залетает, Айс пока еще живет. Ну, вот нет ульты, у Пайлайтайса самая большая проблема, и тут пытаются все деревни из Тиеви. Ой, как врывается Мизери, закрывает себя просто вместе с Кором в этих Когах, и сейчас Сейсы заберут, Мизери тоже забирают, Доминейтинг зарабатывает Шат. Есть байбэк, Чези под БКБшка здесь дерется, забирает, конечно, Чена, но это капля в море, потому что здесь уже начинает тебя фокусить Шат, и, скорее всего, Чези не убежит, да, БКБ заканчивается, и Темпларк тоже погибнет. Ну, минута Рошан получается, в этот раз с Файмменом он не достанется. Неприятная новость, вот то, что там в любом случае, даже если бы ушла эта Темпларк, у нее БКБ уже было нажато, без БКБ драться это, ну, верная смерть, даже если там вдруг бы Байбэк свой использовала. Ну, и заодно уже Шмотки Терри выбивает потихонечку из леса. Есть Орвовый Дестракшн, хороший предмет, в том числе и Тавер Дэмэдж увеличит, учитывая там присутствие Кирасы в неком будущем когда-нибудь СЦК. Я думаю, что он тоже должен ее собирать. Или там сам Войт я уже забыла. По-моему, сам Войт собирать, да, сам Войт. Окей, окей. И на Т3 вышку решили пойти. Какой Рошан, если тут есть шанс хайграунд побить, говорит Шат. Ну, не знаю, не знаю, долго буду отбить, если сейчас на Т3. А тут просто Бэкдор вот там проблем нет. Есть там, Крипы только сейчас подходят. Это тебе не ИСФ, который пробивает Бэкдор. Вот Крипы сейчас подошли. Есть Фантазм, а вот с Фантазмом вполне себе можно забрать Т3. Глифта нет. Это минус Барак еще могут быть легко. Да, как-то максимально безидейно проигранная сторона. Но это как следствие. Следствие последней драки, которую проиграли нас Five Man. Да, минус Милишный Барак. Оставляем Иллюзию, отступаем, забираем Рошана. Правда, Рошан еще минута целая. А, да, там только дополнительный таймер начинался. Ну, все равно, как бы, скорее всего, заберут. Там уже есть контроль в виде крипов Чена, который караулит появление. А, тут у нас ЕЕС сама садится на слот этой Дроу Рейнджер. Он был любитель собирать там всякие пайпы, эзерилы на нее. И, ну, как математически это имеет большой смысл. Ну, это плюс подсейф, как минимум. Во-первых, подсейф, во-вторых, это куча ловкости, которая тебе больше никакой предмет не даст только ловкости за один слот. И Дроу Кривка такой ценит. Вот, видим, нас сравнивают Темпларку и Бума. И Бума очень хорошо брался вперед, потому что Чези долго просидел в таверне. И все это время Бум бил крепчиков, не ленился. Так, Смок разбивает нас файфмены, идут в атаку. Ну, а здесь Бум подпушил линию достаточно плотно. Сейчас можно еще и барак сверху потерять. Так-то второй. Да, файфмены не идут дефать. Ну, а это рейнджевой барак, бог с ним. Упал, не упал. Вопрос времени. Это правда, но это уже полноценная минус сторона. Сейчас там еще тазики побьет вот это вот все. Так, Рошан все еще не появился. Там есть Трэпа, который тоже контролирует появление Рошана. Вот видит рейкросс, что Рошан есть. Кстати, они за контролем. Теперь из центра, теперь сбили. Поздно. Уже инфа имеется. Вопрос, как воспользоваться, учитывая то, что им Хайрон и ДД выпал. И теперь самое главное выжить в файте, чтобы Чези смог с ДДшкой подамажить. Адраться за Рошана, я думаю, хотят. Там информация о том, что ДД лежал вроде как нету викингов, там нет никаких вартов. Викинги даже без ДД вряд ли бы вот так вот на шару пошли бы забирать Рошана. Да нет, просто сейчас переждать викинги могут это ДД. Потому что зачем все лишние проблемы создавать? ДД на самом деле вот сейчас этот парень может сразу минусануть легко вообще, если залетит торнадо. Да, да, это факт, это факт. Просто торнадо кставать именно целиться в темпларку. Я думаю, что тут не в этом даже смысл. Смысл в том, чтобы зацепить торнадо хотя бы одного кора, чтобы прыгнул шат, поставил хроносферу. А Чези пока в спине. А вот сейчас идеальный момент, но сливой Чези! Ой-ой-ой! Но здесь залетает мистер Тоби. Хотят забрать под сейв, да. Так, Зиби продолжает драться. Есть Ферномбейт, который хорошо пробивает Тоби, избивает Тейса. Ейс в ответочку получил реалити риф, за который получил очень много демэджа и погибает Зиби. Байбэк у него нету. И нету больше у нас пятерки, которая может под сейвить. По-моему, это ГГ уже, если честно. Вот в этот момент в этой драке викинги, но сила пика им позволяет выиграть эту драку. Можно было вторую струна. Да, ГГ, ГГ. Слушай, но это круто с их стороны, то, что они решили написать даже не в этот момент. Потому что драка уже была показательная. Ты просто понимаешь, что несмотря на то, что вот эта плохая хроносфера, да, то, что у тебя коры живые, но вы просто не можете уже никого пробить. Просто математически просто герои сильнее у абонента. Вот и все. Ну, просто так получалось, что все-таки работал план с реалити-рифтом и дровкой. То есть получалось ее цеплять. И мы видим тоже последние пару файтов, они проигрались именно на том, что Тоби сталкерил именно дровку и постоянно ее цеплял. Опять же, ты говорила, что нет возможности нормально зайти на ЦК, но когда у тебя Снэпфайр собирает артефактам аганим и закидывает тебя постоянно в драку. Вплотную к дровке, то тогда уже проблема решена. Добраться действительно не проблема. Да и по линиям все неплохо смотрелось. Там мид нормально стояли, дровку вначале поддушили, то есть очень сложно было Айсу на линии, он вынужден был уходить в леса, подфармливать. Да и в целом очень хорошо передвигались викинги G. Там немножко в одном моменте накосячили, но это прям совсем минорно и в целом они смотрелись очень хорошо. Ну да, то есть по сути большая часть этой катки шла в одну калитку для викингов, они так уверенно разыграли свой драфт, у них были идеи, они их использовали. Да, да. Это самое главное. Поэтому молодцы ребята, наконец-то у них получается выигранная карта, это, по-моему, первая из восьмик, которые они до этого проигрывали. Ну вот, это самая главная катка, которую они выиграли, потому что это уже лузера. Соответственно, с Five Women мы прощаемся, мы с ними увидимся, я так думаю, что на ESL Германии вроде как они туда отобрались. Но викинги будут продолжать свои шествия по БТСу, но у нас студия аналитики уже обсудят, что там дальше будет. Да, пока Эйс и компания, опять же, не знаю, достойно ли это было выступление на их, по их мнению, и я думаю, то, что они наверняка не должны быть сильно довольны тем, что произошло, потому что, во-первых, это коллектив, который вышел в сетку лузеров из групповой стадии, саму групповую стадию средненько провел, плей-офф, соответственно, залил после первой же победы против юников, о которых мы уже говорили, что юники скорее сами залили. Так что... Неудачно, наверное, да? На двоечку из десяти. На четверочку. Четверочку? Ну, давай так, по-хорошему на 7-8 из десяти. Ну, типа у нас получается, посмотри, у нас, если брать ранжирование, да, ноль, это бейт, получается, ну, если взять результаты. Десять, это победитель. Смотри, давай-давай так. Девятые бейты, восьмой, седьмой империи, юник, это, получается, шесть-шесть-пять. Окей. Ну, ладно. На пятерочку я согласен. На четверочку. Нет. Да как хочешь? Ну, ты чё? Ну, ты чё? Мне встало без разницы. Как ты? Вы слишком добры, не знаю. Тут будет момент, где Templarca взяла Regis, пошла, умерла, потом появился Regis, я бы даже единицы не дал, знаешь, вот. Вот этого я же дал. Мне вот тут недавно рассказывали о том, что один из учителей, по-моему, не помню, кто мне это рассказывал, короче, кто-то из учителей, вот он, говорил, что человек допустил две ошибки, а другой человек допустил 20 ошибок, и, соответственно, ну, как бы, одному можно поставить, допустим, 0, или там, не знаю, минус 1 оценку, отрицательно, а второму, там, не знаю, минус 10. Так вот, здесь я темп-блатки поставлю, не знаю, минус 100, потому что по 10-балль, естественно. Потому что, не знаю, что это такое, чел берет Айгис, он может пойти с командой, красиво, под Феллс Промисом, под Аурой Дровки, там, Дум может что-нибудь взять, Клакверк будет танчить, что делает Темпларка, она берет Айгис, идет вперед, умирает один раз, и умирает второй раз. Во! 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 Если это, по-вашему, пятерка, да идите, нам нужны новые аналитики, новые ведущие. Во-первых, я начну с того, что я предлагал двойку в самом начале, меня просто Митяй пытается перебить, а я пытаюсь не вступать в конфликт. А во-вторых, проблема от All-Fight, он не сейчас, кстати, уже не будет, и вообще, по-моему, мы его не увидим. А, ну и решили не показать, я понял. Короче, вот на том моменте уже нечего обсуждать, просто Темпларка Беретагис идет умирать два раза в вражеском лесу, ее команда находится очень далеко, все, вот на этом моменте можно закрывать, заканчивать, дальше уже не важно, что делает Фауэмену, они показали, что они не готовы играть в Доту, они не хотят играть в Доту, они показывают, что Темпларочка захотела руни, потому что это, я не знаю, это хуже Паба. Как тебе вот эта хроноствера, когда ты ее даешь в Думу, который уже прокастовал Дум, Землю, вообще все, прибегал за тобой, а потом немножко подраться с Темпларкой, с игроками. Действие, которое я рассказываю, он отдал Айгис, и потом еще отдал самого себя с топ-1 Нетрас. Здесь уже он не топ-1 Нетрас, поэтому да, этот момент мы уже не увидим. Я хочу просто отметить, что тот файт, о котором ты говоришь с Темпларкой и ее Айгисом, начался с того, что Ксиби влетел на Думе, дал Дум. Когда видел то, что не было никакой позиционки для его тиммейтов, и они потом пошли на эту атаку. То есть я думаю, что это был байт на плохую драку от Ксиби, и это основная его ошибка. То, что в основе приняли решение. Забайтили кого? Он свою команду забайтил. Кого забайтили? Кто умер с Айгисом, потом умер после Айгисом? Кого забайтили? С такой подсказкой даже не справишься. Это его проблема. Это его проблема. Понимаю, понимаю. На мой взгляд, инициатор всегда виноват, если что-то подобное происходит. Не знаю, в моей команде, вот сколько я играл, там, не знаю, Инты и другие турниры, там, не знаю, Старладеры, Дифинсы, лучший турнир в мире по версии Ярослава Кузнецова. Я когда видел всякую фигню, вот такую, где видно, что уже в Дракпро, я просто убегал вообще. Что, издеваетесь? Нафиг нам всем умирать? Давайте мы бросим этого Думу, пусть он там кидает его в кого хочет. А мы просто убежим, он появится, мы вместе прожмем смок и со следующим Думом ворвемся, потому что здесь было видно, что многие инициации были суперпроигрышные со стороны Файвмана. Они просто реально сделали все, возможно, чтобы проиграть эту игру. Ну, все возможно, я не знаю. Сказал, как отрезал. Дальше, да. Я всегда отрезаю, Дмитрий, если мне обратить внимание. Слушай, почему я в этом узнал сегодня? Каждый день учись, Димон. Не тратьяп в пустую. Мир полон новых открытий. Да, да, именно так. Только в нашей студии аналитики. Я бы лучше этого не знал. Спасибо. Да, я принес сюда эмоцию. Пока вы тут сидели, на вас смотрел, вот, я не знаю, была какая-то тоска, не знаю. Вот я пришел, все радость, веселье, оно здесь. А вам у меня. Хорошо, что он всегда с тобой. Ты мой сладкий. Давайте поработайте, поработайте немножко, ребят. Ну, не зашло один раз, давайте. Со второго захода получится. Новую тему. Пойду покомментирую. Ты же ведущая. Мы за что? Мы сидим, чилим. Все хорошо. Смотрим на стату. Я про то, что в какой момент хочешь узнать, что здесь случилось? Когда они проиграли? На нулевой. Когда взяли дровку. Так это не мне, ты ему рассказывай. Димон, спроси меня, когда они проиграли. Когда они проиграли? На нулевой, когда взяли дровку. Отлично. А знаешь, почему я это знаю? Потому что мы во время драфта об этом сказали. Именно. Но Ластевич правда не сказал. Я про то, что это самое-самое сложное в анализе игр, когда ты все уже сказал довод. Одна из тех редких игр, когда все уже объяснили, что типа будет эта такая офф-линия. Кстати, он почти собрал аганим. Выиграли чуть раньше. Да. Но планировал. Что придет войд и развалит линию, что инвокеры нормально дополнят все это дело, и по итогу все получилось. И по итогу даже грит не сработал. То есть такой грит, в котором у тебя медосированный войд совершенно спокойно себя ощущает в покатке. Бегает за дровкой вместе с дровкой. Да, в которой у тебя у противника темпларка вместе с дровкой, которые вроде должны сносить тебе товара, но я... Сколько они товаров убили? Типа два? Я не знаю, сколько они сносили. Три? Но задача вот сейчас текущая мета такая, что если твой керри страдает, сделай так хотя бы, чтобы вражный керри страдал. То есть возьми стильную добру в сложную. Они забегают под вышечку. Один раз их убивают, забегают под вышечку. Второй раз их убивают. Они там просто бегали по этой терминутой вышке. Их там месили, но стоп. И все это время стоят другие коры, качаются на других. В это время хауснайт с бабкой вытянули, убили. Да. Путочков зафармили. Там, правда, конечно, был один фраг до десятой минуты и все. Остальные ребята все чилили, но тем не менее. По крипам очень сильно обжали. И вот наша обновленная, как говорится, табличка побед и поражений команд. В этот раз наш даже человек, который делает таблицы. Молодец. Я сегодня вышкодил и проверял за ним. Да, правильно сделал. Правильно сделал. Все хорошо, все четенько, безошибочно. И Хана против Ашеров у нас с последним сегодняшним противостоянием будут играть. И, соответственно, они решат уже, кто будет катать против коллектива Викинг. Ну, а все-таки Венеров, Матголимся против Найпи. Я так понимаю, что мы завтра на них будем смотреть. Завтра будет матч Викинг против Ашера и Монголим против НИП. Окей. А все-таки Лозеров и финал мы уже посмотрим в последний день, который будет в среду. Вот. Вот такой непривычный, кстати, турнир. У нас в воскресенье обычно все финалы играются. А здесь среда. Посредине прям недели. А потом четверг, маленькая пятница, а потом пятница. Это значит, что наконец-то можно приехать на европейский батл-кубок, а не на американский. Кстати, да. Возможно, стоит покатать даже. Вот. Но ты меня не позовешь. Я буду рыдать снова и снова. Даже суббота. Это какой день? Потому что я буду с лысым. Точно. Как вы? Что ж, друзья. Отправимся на небольшую паузу. Будет пересменка у нас в аналитике. И, конечно же, посмотрим уже последнее СНГ-противостояние в рамках конкретно этого чемпионата всего. У нас будут играть Hall of Riders против Хан. Хан. Идеально.